МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на телеканале Север. В студии Светлана Артеева. И вот некоторые темы выпуска. Теперь не только вплавь. В округе продолжается возведение трассы Нарьин-Мартельвиска. Добраться летом до села теперь можно будет и на автомобиле. Резанные раны и два колотых проникающих ранения в живот и поясницу. Из коротайки в приемный покой окружной больницы был доставлен молодой леневод, которому едва исполнилось 18 лет. Подробности этой истории в материале Михаила Малеева. Региональная Олимпиада уже позади. В ближайшее время станет известно, кто же будет представлять округ на Всероссийской Олимпиаде. Подробности в нашем сюжете. Президент России Владимир Путин утвердил стратегию развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. Полный текст документа размещен сегодня на официальном сайте правительства. Стратегия предусматривает формирование проектов комплексного изучения континентального шельфа и прибрежных территорий, подготовку запасов углеводородного сырья к освоению, формирование резервного фонда месторождения в арктической зоне Российской Федерации и обеспечение в перспективе потребностей страны в цветных, благородных и драгоценных металлах и в дефицитных видах минерального сырья. Крупные инфраструктурные проекты, согласно документу, предусматривают интеграцию арктической зоны Российской Федерации с уже освоенными районами, в число которых входят Тимана-Печорская нефтегазоносная провинция и месторождение углеводородов на континентальном шельфе Баренцево-Печорского и Карского морей. Реализация стратегии будет осуществляться в два этапа. На первом до 2015 года будет обеспечено создание необходимых условий для укрепления национальной безопасности, а на период до 2020 года стратегия предусматривает завершение гидрографических работ и обеспечение международно-правового оформления внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане. Нефтяные компании в этом году запланировали крупные инвестиции в социальную сферу региона. В частности, Роснефть и Газпром Нефть Шельф собираются построить детские сады общей стоимостью в десятки миллионов рублей. Немецкая нефтяная компания уже приступила к возведению дошкольного учреждения в поселке Лесозавод. На очереди здание для детей из Бугрино. В общей сложности по договорам социально-экономического развития нефтяники вкладывают в социальную сферу порядка 200 миллионов рублей в год. С расширением добычи будет увеличиваться и приток инвестиций. Сейчас право на геологоразведку в регионе имеют 32 компании, а 6 предприятий обременены социальными договорами. Переговоры с нефтяниками ведутся почти на всех уровнях администрации. В основном эти переговоры проводит сам губернатор Игорь Инатьевич Федоров, где речь идет о крупных суммах. С такими компаниями, как Росветпетра, Зарубежнефть, Лукоил, крупные компании. И порядка 10 компаний, с которыми проводятся переговоры на уровне управления природных ресурсов от 10 миллионов и ниже. В Управлении природных ресурсов создано специальное подразделение «Договорно-аналитический отдел», которое занимается работой по социальным договорам. Задача специалистов – поддерживать работу с нефтяниками из года в год, чтобы на нефтяные деньги и дальше строились детские сады и школы. Конфликт двух друзей в Каратайке едва не привел к непоправимым последствиям. Во время перепалки один из жителей поселка нанес своему другу ножевые ранения. Подробности истории у нашего корреспондента Михаила Малеева, который вместе с экипажем Санавиарейса проделал путь из окружной столицы в Каратайку и обратно. В вертолетной площадке в Каратайке пострадавшего молодого человека привезли в санях на снегоходе. При посадке юноша находился в полубессознательном состоянии. Любые его передвижения сопровождались мучительными стонами. По словам местного участкового, двое друзей, не разлей вода, оленеводы 18 и 27 лет распивали поздним вечером спиртное. Засиделись за полночь и когда изрядно захмелели, между ними произошел конфликт. Старший из друзей, в доме которого все происходило, схватился за нож и нанес своему юному коллеге несколько резаных и две проникающие раны в области живота и поясницы. Чуть позже, осознав, что натворил, молодой человек сам прибежал к участковому полицейскому и все ему рассказал. Скорее всего, в данном случае будет причинен средний вред здоровью. Дальше будем разбираться. Сам гражданин Италиев уже написал явку с повинной. А что ему за это будет грозить примерно? Ну вот тут еще нужно разбираться, устанавливать вред здоровью, какой причинен. Чтобы молодой оленевод не истек кровью, в поселковой амбулатории ему была оказана первая медицинская помощь. В вертолете за пострадавшего взялся опытный врач скорой помощи Камиль Каюмов. И только благодаря его грамотным действиям раненый перенес трехчасовой полет. Мы во время транспортировки обезболили, инфузионную терапию проводили. Так как у него кровопотеря большая и болевой синдром очень выражен, обезболили и полтора литра интервентного раствора капали. К концу полета молодой оленевод действительно пришел в себя. Однако, как оказалось, парень совсем ничего не помнит. Уж больно сильная у него была алкогольная интоксикация. Ну как тебя так угораздило-то, а? Не знаю. Вывод какой? Вывод так. А? Не знаю. Пока врачи не вынесли официальное заключение о полученных травмах молодым человеком, его старший друг будет находиться на свободе в родном поселке. Михаил Малеев, телеканал «Север». Теперь не только вплавь. Летом добраться в село Тельвиска можно будет и на автомобиле. Правда, с 2014 года. Но уже сейчас ведется активное строительство трассы. Специалисты прошли очередной рубеж в 2,5 километра. Наш корреспондент Антон Парахин оценил темпы строительства значимого объекта. Будущая трасса на Ринмар-Тельвиске. До окончания ее возведения еще далеко, но очертания уже видны. Конечно, не дорога жизни, но важный социально значимый проект и знаковое историческое событие. Впрочем, несмотря на всю кажущуюся пафосность такого звучания, сомневаться в целесообразности и необходимости строительства этой дороги не приходится. Зимой позамерзши реки. Летом вплавь. Или незаконно, или неудобно. Выбирать жителям округа особо не ищего. Больше всего трудностей в период распутицы. Лед еще не окреп, а пассажирская навигация уже завершена. Три года назад телевизчанам было совсем трудно. Это сейчас появилась техника на воздушной подушке. Но и она не дает возможности добраться из села в Нарьинмар и обратно в любое время. Очень много людей, те, которые имеют постоянное место работы в городе Нарьинмаре. То есть искатели город Нарьинмар. В зимнее время, предположим, сейчас приходится на снегоходе ехать. То есть не очень удобно. Нужно будет тепло одеться, утром уехать в город, прийти на работу, сходить куда-то пообедать. То есть не имеют люди возможности приехать домой пообедать. Вечером нужно будет приехать обратно. То есть есть некие неудобства. Когда появится дорога на телевизку, то в любом случае будет ходить автобус. Снова у людей машины будут свои. Думаю, вот эта проблема будет решена полностью. Не только транспортное сообщение. Строительство дороги – это развитие коммунального хозяйства и в целом инфраструктуры села. Круглогодичное сообщение с городом сделает доступнее услуги медицины, даст импульс развитию спорта и занятости молодежи. Жители села Эдвалене каждый день интересуются, сколько метров еще отсыпали и когда уже достроят. Поднимут трассу на высоту 5-6 метров. Ее ширина составит около 10. В дальнейшие наши действия мы будем вращать полосу отвода и уже вести трассу так же. Пока подошу насыпи, то есть низ насыпи, до понтонного моста, который будет на 4 на 4 километре. 140-метровый мост пойдет через казенное озеро. Протяженность всей дороги чуть больше 7 километров. Сделали уже 10%. К концу зимы будет завершена треть земляных работ. Сейчас они ведутся в круглосуточном режиме. Почти 200 камазов ежедневно, около 2000 кубометров песка. Покроют трассу щебнем, обработанным вяжущим битумом. За этой формулировкой, поясняют специалисты, относительно неплохое качество дороги. В самом селе подрядчик уложит асфальт. Впрочем, возведение трассы до Тельвийске только первый этап. Уже сейчас мы имеем разработанную проектно-сметную документацию на строительство автодороги Тельвийска-Устье. В перспективе эта дорога должна дойти до Тушевски. То есть мы взяли курс на строительство сельских дорог, на строительство дорог местного регионального значения. А задачей на этот год – разработка проектно-сметной документации внутрипоселковых дорог в Неси. Не забудут и о дороге Нес-Мизень и трассе Наусинск. Антон Парахин, Владислав Носкин, Телеканал Север. Бесплатная приватизация продлена еще на два года. Совет Федерации поддержал инициативу президента. Напомним, изначально оформить в собственность квартиру все желающие должны были до 1 марта текущего года. Бесплатная приватизация жилья в стране началась еще в 1992 году. Ее сроки продлевались уже дважды в 2006 и 2010. Но все же 2,5 миллионам россиян не хватило 20 лет, чтобы оформить квартиры в собственность. А это более 24 процентов – почти четверть от общего числа жилых помещений, находящихся в государственном и муниципальном жилфондах. Депутаты горсовета утвердили территориальные границы ТОСа-Сахалин. Вопрос о создании таких форм осуществления населения местного самоуправления сегодня один из самых злободневных. Кроме того, на первой в этом году сессии на Ринмарской парламентарии утвердили план мероприятий городского совета по реализации задач, поставленных в послании президента страны Федеральному собранию. В плане несколько разделов – социальная политика, культура, образование, местное самоуправление. Составлен перечень мероприятий, определены даты их реализации. Любой желающий может ознакомиться с ним на сайте гурсовета. К примеру, предусмотрены решения проблем дошкольного образования, подготовки педагогических кадров, строительства городского дома культуры и обеспечения зданиями общественно-досуговых центров в микрорайонах города. В приоритете – поддержка работников в социальной сфере, достойные условия труда и соответствующая зарплата. Сразу несколько вопросов касались сферы ЖКХ, говорили об изменениях в порядке управления многоквартирных домов и поправках в положении о территориально-общественном самоуправлении. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом местного самоуправления по предложению населения, проживающего на данной территории. ТОС «Сахалин» стал вторым в городе вслед за территориально-общественным самоуправлением, организованным в микрорайоне Старый аэропорт. Эта работа, подчеркивает Ольга Старостина, будет продолжена. Это прямая форма участия граждан, жителей микрорайона в управлении своими домами, улицами, дворами. Я думаю, что такая активная позиция наших жителей только будет во благо самих жителей. Не обошлось и без привычных, но оттого не менее приятных процедур. Несколько человек мэрии и депутаты наградили почетными грамотами и согласовали кандидатуры на присвоение званий ветеран Нарьинмара и почетный гражданин округа. Антон Парахин, Антон Водряков, Телеканал Север. Порядок формирования уставного капитала и создания акционерных обществ изменился. Эти поправки в корпоративном законодательстве обсудили представители акционерных обществ. Семинар организован федеральной компанией, регистрирующей ценные бумаги. Совместно с администрацией округа специалисты не только рассказали о значительных изменениях в законодательстве, но и провели консультации для предпринимателей. 12-13 года это год реформирования корпоративного законодательства, в том числе и акционерных обществ госучастин, которые сегодня присутствуют, для которых семинар специализирован. Их эти изменения касаются больше всего. Так, в нынешнем году будет ликвидирована такая форма предприятий, как закрытое акционерное общество. Руководителям ЗАО надо заранее подготовиться к предстоящей реорганизации. Изменится и порядок информирования акционеров о проведении общего собрания. Почтовая рассылка будет заменена виртуальной в целях сокращения расходов. Результаты ЕГЭ в округе выше средних по стране. Координационный совет по образованию подвел итоги ушедшего года и обсудил планы на нынешний. Начальник управления образования Римма Галошина отметила высокий уровень информационной безопасности и прозрачность дачи экзаменов. Ученики не используют средства связи и находятся под постоянным контролем наблюдательной комиссии. С этого года сдавшим ЕГЭ на 100 баллов в качестве поощрения будут выплачивать 10 тысяч рублей. Итоги работы подвел и региональный центр развития образования. Созданный год назад, центр занимается разработкой образовательных программ, организацией повышения квалификации и проведением аттестации педагогических работников. Много мероприятий пришло в рамках года российской истории, в рамках года здоровья. То есть нам удалось выполнить все рекомендации, все решения круглого стола по сохранению ненецкого языка. Проведены мониторинги по актуальным вопросам образования. Русский, экология, физика и химия. Более 200 ребят приняли участие в региональной олимпиаде. Победителя выявили в каждой дисциплине. Олег Хатанзейский пообщался с молодыми интеллектуалами и выяснил, какие усилия они приложили для победы. Алина Безумова стала победительницей в олимпиаде по экологии. По мнению девушки, этот предмет сейчас не очень популярен. Но заинтересовал ее именно он. Мне кажется, сейчас экология, вообще как наука, очень актуальна в наше время, потому что экологические проблемы сейчас нарастают в каждом году. Победительница впервые писала олимпиаду по данному предмету. В своих силах была уверена, подготовка была долгой и старательной. В отличие от Алины, Валентина Пестова взяла золото по обществу знанию второй раз подряд. Десятиклассница представляет ненецкую школу-интернат. Валя не скрывает, победа ей далась благодаря помощи учителя. Ну, конечно, помогла мне Надежда Александровна, она со мной занималась. В течение вот девятого класса и десятый класс она все со мной занималась. Я ей за это очень благодарна. Началась подготовка и к региональной олимпиаде по ненецкому языку. Статы уже определились. Показать свои знания участникам предстоит в первые месяцы весны. Юля Вокуева уже принимала участие в смотре знаний по ненецкому языку. В том году я участвовала в олимпиаде по ненецкому языку. Олимпиада проходила в Салихарде. Участников было около 30. Они все были из разных городов и сел. К середине марта будет готов общероссийский рейтинг, по которому выяснится, кто предстоит наш округ на Всероссийской олимпиаде. Проверка знаний пройдет в нескольких городах России в зависимости от дисциплины. Допустим, немецкий язык проходит в Санкт-Петербурге, МХК проходит в Саранске, экономика в Москве, информатика в городе Уфа, экология в городе Оренбург, ну и так далее. Победители Всероссийского конкурса получат денежные призы и льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Олег Хатанзейский, Вадим Носкин, Александр Большаков, Телеканал Север. Бронзовые медали привезли красновские боксеры с турнира на призы Николая Валуева. А во дворце Спорта Норд готовятся к проведению чемпионата по баскетболу в рамках проекта КС Баскет. Подробнее об этом в нашей рубрике Спорт Дайджест. Бронзовые медали привезли красновские боксеры из Санкт-Петербурга, где проходил турнир по боксу среди юношей на призы чемпиона мира среди профессионалов Николая Валуева. Призерами стали двое из трех спортсменов. Иван Белугин весовой категории до 46 и Денис Асташов весит до 54. Юноши упорно шли к победе, но проиграли схватки в полуфинале. Но дороже наград стало участие в соревнованиях и встрече с чемпионом мира. Ощущения и эмоции в Санкт-Петербурге положительные и непонятно. Я думаю, что человек необычайный, как и габаритами, образно говоря, и вообще своими достижениями, как и в жизни, так и использует чемпион мира в супертяжелой весе. Это большое достижение. Этот турнир стал одним из этапов подготовки к первенству Северо-Запада среди юношей, которая пройдет в середине марта в Пскове. Подробнее о выступлении наших спортсменов смотрите в следующих выпусках Заполярного Вестника. Два дня, 21 и 22 февраля, во дворце Спорта Норд, будет проходить окружной финал чемпионата школьной баскетбольной лиги КС Баскет. За победу и путевку на финал федерального округа будут бороться четыре команды юношей и девушек, учеников первой, четвертой, пятой школы-интерната и школы-поселка Искателей. Наградой победителем станут не только грамоты и медали. Все участники получат форму, а в школу будут переданы комплекты баскетбольных мячей. Это все на сегодня. Спасибо, что были с нами и до встречи на телеканале «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова